Ну что, друзья мои, пока суть до дела, нефть потихонечку падает, я занимаюсь скальпингом. Что такое скальпинг? Скальпинг – это частые сделки по купли-продаже, обычно фьючерсов. Как это выглядит, сейчас я вам покажу. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Скальпинг – это частые сделки по купли-продаже, я этим давно занимался, мне это уже скучновато, но сейчас, в принципе, самую большую прибыль дает именно скальпинг, я покажу, как это делается. Ну вот смотрите, сегодня с утра нефть, вот она нефть, она начала падать явно, и совершенно видно, что она падает. Вот, если мы, это график 30-минутный таймфрейм, давайте растянем его вот так, вот видите, да, чем дальше мы его растягиваем, тем ближе он становится как бы более горизонтальным. Если я его сделаю 5-минутным, то 5-минутный график, видно, что он такой пологий, но тем не менее он вверх-вниз, вверх-вниз и более-менее пологим. При большом приближении видно, что здесь на этом можно заработать каким-то образом, то есть вот, ну скажем, здесь вот купить локально, да, вот она вот показана, линия пересекается, здесь мы покупаем. Покупаем, значит здесь я ставлю, ну ставлю take profit и stop limit на самом деле. Продаем, покупаем, продаем, покупаем, продаем, покупаем, продаем, покупаем, ну и так далее. И принцип-то очень-очень простой, незамысловатый и позволяет заработать максимальные деньги. Дело в том, что, ну после прошлой экспирации у меня все было хорошо, то есть я в ноль вышел, но почему-то я что-то упустил там, и короче говоря, у меня убытки образовались там в районе 10 тысяч, и сейчас я их просто компенсирую вот скальпингом. Как это происходит на практике? Смотрите, ну вот он, тот же самый график, только на бирже. Вот здесь вот я его купил, у меня они были, ну как бы, я не помню уже в плюсе что ли. Вот, купил, они выросли, но в общем-то продал я их, насколько я помню. Смотрите, купил 8 плюс 12, это получается 20 штук, 20 фьючерсов я здесь купил, а вот здесь вот я продал 9 плюс 5. 14 плюс 16, 30 штук. Смотрите, купил 20, продал 30. Купил я по цене 75.25, продал по цене 75.20. То есть здесь я зафиксировал убыток, очень небольшой, и при этом я, смотрите, продал больше, чем купил. В шорт 30 штук. Что происходит дальше? Дальше я покупаю вот здесь вот 30 штук. Почему я их покупаю здесь? Давайте посмотрим внимательно на эту свечу. Почему я покупаю здесь? Потому что у меня был поставлен take profit вот здесь вот где-то, ну или я не знаю, где поставлен был take profit, но, значит, что такое take profit? Take profit это очень классная штука. Пока падает, пока нефть падает, да, вот здесь вот, пока нефть падала, сделка не происходит, видите, да? То есть вот нефть падает, у меня прибыль, и где-то там был take profit, сделка не происходит. Сделка будет происходить тогда, когда нефть поднимется на какой-то определенный уровень, которым я регулирую. Вот сейчас, вот он поднялся до этого уровня, я его выкупил, то есть зафиксировал, ну, прибыль в данном случае. Можно было, конечно, выкупить здесь, снизу, но, а вдруг она покатилась бы дальше, то есть я ставлю именно так, и эта у меня технология работает достаточно давно. Дальше я смотрю, значит, смотрите, здесь я их продал 30 штук, здесь я их купил 30 штук, дальше, а дальше он падает, я снова продал 30 штук, в убыток или не в убыток, я не знаю, вот, короче говоря, через какое-то время я купил 20 штук, потом продал, смотрим внимательно, 11 плюс 9, те же самые 20 штук, и вот сейчас они у меня проданы, значит, я продал 20 штук, у меня продано 10 штук в шорте, то есть 10 штук вот здесь вот я продал тех, которые были у меня куплены вот здесь, а, соответственно, и 10 лишних, а здесь я покупал 20, потому что вот здесь вот у меня было, оставалось, ну, 10 штук можно было купить, короче говоря, плюс 10, вот. Сейчас у меня, смотрите, дельта минус 10, 70, вот таким образом, и вот так вот выглядит моя стратегия, там у меня опционы накуплены, вот, ну, в то время, как накуплены опционы, у меня есть свободные средства, и я занимаюсь скальпингом, смотрите, что я сейчас делаю, вот, вы видите, что 20 штук здесь продано у меня, здесь минус 10, я ставлю, ну, и здесь тоже минус 10, я ставлю 20 штук на покупку, новая заявка, покупка, ставлю 20 штук, цена, если больше, чем 40, ну, пусть будет 8, а, покупка, если цена меньше, чем 74,30, то ставлю вот этот вот самый защитный спред, отступ от минимума, я его, ну, обычно вот такой ставлю, вот, можно поставить поменьше, вот такой, это уже каждый регулирует сам, и ставим, если больше, чем 74, ну, пусть будет 50, а здесь 75 поставим от балды просто, ну, самое главное, чтобы оно было больше, все, вот, я ставлю на продажу, вернее, на покупку, то есть это вот стоп-лимит стоит, это тейк-профит, вот, все, собственно говоря, и, если она поднимется выше, чем здесь, то будет немедленно совершена сделка, если она опустится сюда и пересчет здесь, она встанет на расчет, и, значит, пока она не отступит, сколько там, 8 шагов вверх, будет держаться эта сделка, вот, таким образом я просто беру и ставлю, и, смотрите, вот в этом диапазоне, вот здесь вот у меня проданы, да, фьючерсы 20 штук, а здесь вот в этом диапазоне сейчас они находятся, как только выйдет из этого диапазона, либо сюда, либо куда-то вниз глубоко и там, значит, выкупится, она когда-то выкупится, поэтому я тут же ставлю, что? Тут же ставлю заявку на продажу, этих же самых, которые еще не куплены, а я их уже буду продавать сейчас, на продажу ставлю, вот, и что я ставлю на продажу, take profit, если больше, либо равно, ну, где-то вот здесь 74,70, так, 70, те же самые параметры, и, если меньше, чем 74,02, 73,8, вот так вот поставим-ка, опа, ну, вот так, посмотрите, что мы наделали, смотрите, сейчас у меня проданы фьючерсы 20 штук, если выскочить сюда, то я их куплю, и они пошли вверх, если пересчет эту линию, а у меня становится в расчет на продажу, если у меня пойдет вниз, то вот здесь вот она пересчет вот эту линию, две активные заявки, вот мы видим, да, две активные заявки по 20 штук, если пойдет вниз, то, соответственно, ставится на расчет и идет вниз, пока, ну, не будет, вот здесь вот, ну, как бы, уже следующий, следующая стоп-заявка, если пересечется, то она соскочит, потому что у меня будет в этот момент, ну, как бы, еще не куплены, но уже проданы, так не получится, потому что они у меня уже проданы, то есть вот это, если сработает вот эта заявка, заявка, вот она пошла вниз, резко, резко, то у меня в данный момент сейчас куплено, и она пересекает, вернее, да, в данный момент она продана, нефть, вот, если она пересечет, вот в данный момент, вот она пересекла вот это, и пошла вниз, 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 и вверх не отскакивает, вверх не отскакивает, то, значит, она может идти вниз, теоретически, ну, бесконечно далеко, Потому что идет в прибыль все, и сделка не будет совершаться вот здесь, по этому условию. Просто она будет идти вниз до тех пор, пока не отскочит. Но вот здесь, если в этот момент она пересечет, то сработает вот эта заявка еще продать больше. Но эта заявка не сработает, потому что у меня не хватит денег на ГО. Но с другой стороны, я практически уверен, что она, даже если пересечет сюда и пойдет вниз, то где-то она будет идти вот так и где-то проскочит. То есть здесь она купится, и дальше уже я буду что делать? Я вот эту вот линию подвину вот сюда поближе, чтобы она пересекла и остановилась на продажу. Вот, собственно говоря, такая история. Ну, я надеюсь, что кто-то понял мои сумбурные объяснения. Это стоп-лимит. Это стоп-лимит. Как только пересчет, тут она моментально срабатывает. Стоп-лимит. И здесь у меня минус 10. Поэтому, ну, должно хватить, в общем-то, на 20 штук должно хватить у меня средств. Как проверить, хватит или нет? Ну, давайте поставим вот здесь вот раз и посмотрим вот здесь. Ну, так сказать, явно это не сработает сейчас, поэтому я могу смело здесь поставить 20 штук, попробовать. Смотрим. Да, 20 штук, заявка на 20 штук совершенно спокойно срабатывает, поэтому тест я провел. То есть, эта заявка сработает. Вот эта заявка на 20 штук, она не слетит, поэтому можно смело оставить. И здесь вот, ну, как бы вот она в этом диапазоне занимается. Особенно хорошо будет, если она уйдет вниз немножечко. Давайте посмотрим, где она сейчас. 74.38, да? Если мы прибавим, так, смотрим по параметрам, по параметрам купля, а я не помню тут, так, какой у меня, если 0.08. Ну, короче говоря, я могу вот это вот смело поднять вот сюда вот, чтобы уже идти куда-то, заниматься своими делами. Потом я просто прихожу, и у меня, ну, когда заявка срабатывает, мне приходит вот сюда, у меня настроено так, это самое пуш-уведомление, что там сработала заявка на покупку, я просто могу подняться, и все. То есть, я занимаюсь своими делами, сейчас я занимаюсь ремонтом там дома, вот. А как только придет смс-ка, я пуш-уведомление, я иду, поднимаюсь и ставлю, заявка уже на продажу у меня стоит, соответственно, я ее передвигаю и поставлю еще одну заявку на покупку и так далее. Ну, и вы видели, что, в общем, вот такие сделочки происходят. Вот, вот эта сделка явно в прибыль, здесь совершенно, здесь в убыток, вот, потому что здесь я, ну, купил больше, чем было, здесь я продал больше, чем было, здесь большая прибыль получилась, здесь тоже прибыль получилась. Ну, сейчас я явно в плюсе, вот сейчас у меня по нефти, с утра у меня было минус, там, по-моему, минус 1600, что ли, было, сейчас 2617, то есть, я сегодня вот за полдня заработал 3000 на этом деле рублей, ну и дальше продолжаю. Что такое 20 фьючерсов? 20 фьючерсов туда-сюда, это, значит, 20 фьючерсов на нефть, это, каждый фьючерс это 10 баррелей, то есть, я 20 бочек нефти гоняю туда-назад, купил-продал, купил-продал. Ну, а что такое 20 бочек нефти по 74 доллара за баррель? Это, так, не 20, а 200, 74 доллара умножаем на 200, получаем 1400 долларов, так что ли? Вот, то есть, я оперирую суммами в данный момент 1400 долларов, вот сейчас, вы видите, сейчас она, кажется, сработает, вот, стоп-заявка на покупку. Давайте посмотрим. Давайте смотрим вот сюда. Опа, сработало, вот она, исполнено. Теперь у меня плюс 10, сейчас мы обновим здесь данные, плюс 9,47, теперь у меня заявка вот так вот выглядит, и все, и пошла на покупку. То есть, вот отсюда до сюда я заработал денежки. Вот, теперь я опускаю вот эту заявочку вот сюда. Почему сюда? Потому что, смотрите, вот они, ленты бойлинжера, я ставлю обычный чуть выше, чем середина лент бойлинжера. Ну, что произойдет дальше, я расскажу при следующем включении. Ну, что, друзья мои, бешеная жара, я тут опухший весь. Спустя 3 часа, посмотрите, что произошло. Так, я не помню, когда мы расстались с вами в 14 часов примерно, ну, тут сделки сами совершались. Потом они перестали совершаться, потому что, ну, я просто их не выставлял, был занят. Вот, вот новая сделка, 20 штук, куплено, 10, 10 продано. То есть, я их по 10 стал продавать. Здесь продано, значит, куплено.